В городском округе Люберцы состоялось празднование 72-й годовщины Великой Победы. В течение дня прошли торжественный митинг, парад, легкоатлетический забег. Тысячи жителей приняли участие в акции «Бессмертный полк». На площадках празднования работали и съемочные группы телеканала ЛРТ. Празднование Дня Победы началось на Центральной площади перед администрацией. Задолго до начала торжественного митинга трудовые коллективы и жители города занимали места перед сценой. Несмотря на совсем не майскую погоду, настроение у всех было весеннее. Настроение очень хорошее, праздничное. Мы всегда гордимся нашими дедами, прадедами. И сегодня очень хороший день. Почетные гости праздника – ветераны Великой Отечественной войны, друженики тыла, жители блокадного Ленинграда и дети войны. Для них этот день особенный. Радость в глазах и счастливые лица. Все как весной 45-го года. Радуюсь за молодежь, что они хотя бы приходят ищут, школьники и все. Просто душа радуется. Многие люберчане пришли на праздничный митинг с портретами своих родственников, участников войны. В знак благодарности за мир на земле. В знак благодарности за Великую Победу, ценой которой стали их жизни. А мой прадедушка был в 383-й стрелковой дивизии. Он был рядовым. Он погиб за две недели до Победы. 20 апреля в Германии. А тем временем на площади уже выступали танцевальные коллективы. На сцене слова поздравлений и благодарности за Победу прозвучали от руководства города и области. Я искренне всех поздравляю с Днём Победы. Здоровья, благополучия. Мира нам всем, нашим ветеранам долголетия. Тут же на сцене глава городского округа Люберца Владимир Ужецкий дал старт праздничного забега, посвященного 72-й годовщине со Дня Победы. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Именно такое расстояние предстоит пробежать каждому участнику забега Кубок Победы, который стартовал прямо сейчас. После официальной части участники митинга выстроились в колонны и в сопровождении военной техники прошагали по Октябрьскому проспекту к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Именно здесь по традиции состоялось возложение цветов к подножию памятника воину-освободителю. Вспомним тех, кто бился с врагом на бронде, кто воевал в партизанских отрядах, кто странал в фашистских концлагерях. После того, как люберчане почтили память павших воинов на пересечении улиц Кирова и Власова, начали собираться участники акции «Бессмертный полк». В городском округе Люберцы массовое шествие с портретами героев войны проходит уже третий раз. С каждым годом желающих присоединиться к этому знаковому мероприятию становится все больше и больше. Этот день они приближали как могли. Сегодня героев Великой Отечественной войны можно увидеть не только на портретах, которые несут в руках люберчане, но и вживую. Массовое шествие «Бессмертный полк» возглавляют ветераны Великой Отечественной войны. Невероятное чувство такое, что действительно мы дожили до этого дня, когда победа нам возвращает наше будущее. В этот день люберчане не скрывали слез. Действительно, история каждого, кто изображен на портретах, по-своему интересна и трогательна. Мои мама и папа. Это моя дочка, соответственно, это их бабушка и дедушка, которые вырастили ее. Замечательные люди. Они вместе прошли войну и поженились 31 мая 1945 года. Прожили больше 60 лет. Вот сейчас правнучка несет этот плакат с гордостью. Многочисленная колонна наследников Победы прошла по улице Кирова. Финальной точкой массового шествия стала площадь перед зданием администрации. Здесь все это время проходил праздничный концерт. Творческие коллективы радовали местных жителей своими выступлениями на протяжении всего дня. А завершился он традиционным победным салютом, который прогремел на семи площадках городского округа Люберцы.